В столице Верхневолжья прошла конференция Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Она собрала более 150 делегатов со всей области. В ходе конференции члены партии обсудили итоги прошедшего праймерис и подготовку к единому дню голосования, который намечен на 19 сентября этого года. Все подробности в материале Никиты Васильева. Тверское региональное отделение партии «Единая Россия» доказало, что способны решать самые серьезные задачи. С этого заявления, открывая конференцию партии, начал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Несмотря на пандемию, за последний год экономика Верхневолжья демонстрировала рост по многим показателям. Сегодня в регионе развернуты масштабные работы по строительству и ремонту дорог, школ, детских садов, поликлиник, больниц, учреждений культуры. Жители области должны не просто знать, что делается, но и быть уверенными в должном качестве проводимых работ, подчеркнул глава региона. Избирательные кампании всегда являются проверкой политических сил, ну и самого общества на зрелость, на способность предлагать и реализовать решения для развития всей нашей страны, нашего региона и наших муниципальных образований. На встрече с представителями нашей партии, состоявшейся несколько дней назад, президент Российской Федерации Валерий Владимирович Путин отметил, что «Единая Россия» продуктивно участвует в реализации ключевых задач социально-экономического развития страны, ставит на первый план интересы наших людей. «Единая Россия» — первая и единственная партия в нашей стране, которая уже 14 лет проводит гласную и открытую процедуру определения кандидатов от партии на все выборные должности в формате предварительного голосования. В этом году праймерис «Единой России» вызвал большой интерес, потому что это уверенный в политической организации реальная возможность для каждого неравнодушного активного гражданина реализовать свой профессиональный и гражданский потенциал в законодательных органах власти. В Тверской области для участия в предварительном голосовании выдвинулись 262 человека. Конкуренция по каждому избирательному округу в среднем была более 10 человек на место. Итоги праймерис показали, что Тверская область идет в общероссийском тренде на призыв во власть новых лиц и молодежи. Пример этого — Юлия Саранова, лидер добровольческого движения области, за которую на праймерис в Государственную Думу проголосовали более 40 тысяч жителей области. «Вызов был непростой, но в то же время мы очень благодарны этой возможности. И та поддержка, которую мы ощутили уже в период предварительного голосования, она нас очень мотивирует на то, что это решение было правильное. И сейчас уже наша дальнейшая работа будет строиться на том, что мы знаем, что рядом с нами есть люди, которые нас поддерживают, которые доверились нам». «Партия «Единая Россия» в этом году представила, на мой взгляд, очень разнообразный список кандидатов. В каком смысле разнообразный? Учитывались все категории населения граждан. Это и опытные, мудрые политики, это и представители промышленности, это и представители бизнеса, и представители спорта, и молодежи». Работы у представителей партии «Единая Россия» в ближайшее время действительно будет много. Сейчас идет активная подготовка к единому дню голосования, который намечен на 19 сентября. А уже 19 июня состоится 20-й съезд партии. На нем, в частности, будет обсуждаться предвыборная программа «Единой России». Основные ее положения будут направлены на реализацию тезисов, которые президент страны обозначил в недавнем послании Федеральному собранию. В частности, российский лидер подчеркнул, что высший национальный приоритет — сбережение народа России. «Мы говорим о том, и партия заявила, и президент поддержал, это и по газу про включение, вы сегодня об этом тоже говорили. Для Твери это очень важно. Столько газопроводов мощных, и у нас столько консервных пунктов рядом, которые пока еще лишены этой возможности. По инвестициям, по кредитам много вопросов, которые могут дать развитие, толчок. Теперь вопрос, как это сделать, чтобы это было, о чем говорит бизнес, открыто, честно, доступно». Еще одно из важных направлений, которое предстоит взять под партийный контроль — инициатива «Единой России» о выделении регионам бюджетных инфраструктурных кредитов. На эти цели до 2023 года будет выделено 500 миллиардов рублей. Средства будут направлены на создание инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры. Это безусловные драйверы роста для Тверской области, уверены члены партии.